Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа событий недели. На этой неделе глава Карачева Черкесии Рашид Семрезов вместе с председателем правительства Муратом Аргуновым принял участие в международной промышленной выставке Иннопром «Центральная Азия». Главную пленарную сессию выставки «Промышленная кооперация в Центральной Азии. Региональный фокус» открыл заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшит Ходжаев. Вице-премьер правительства России, глава Минпромторга Денис Мантров отметил, что в странах Центрально-Азиатского региона работают около 24 тысяч компаний с российским капиталом. Растет оборот совместной экономической деятельности. Карачева Черкесия также активный участник двухсторонних экономических отношений. Предприятия республики год от года наращивают объем импорта и экспорта товаров для своих производств. Рашид Семрезов вместе с главами делегации российских регионов в рамках пленарной сессии обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений, флагманские проекты и перспективы взаимодействия. Кроме того, Рашид Семрезов провел переговоры с руководителем Новоийской области Узбекистана, на территории которой расположен индустриальный парк свободной экономической зоны Новои. Стороны договорились о расширении сотрудничества Карачева Черкесии с областью в различных сферах. В парламенте Карачева Черкесии состоялась очередная 55-я сессия Народного собрания. Депутаты рассмотрели 24 вопроса о законотворческом процессе Альбина Ламкова. В работе очередной 55-й сессии Народного собрания 6-го созыва принял участие член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ахмад Салпагаров. Он представил вниманию отчёт о его деятельности, отметив, что работа сложилась на фоне важных общественно-политических событий. Ужесточилось и без того беспрецедентное давление со стороны недружественных стран. Период непростой, но, тем не менее, органы всех Литвей власти провели сложную работу, отметил Ахмат Анзорович. В 2023 году состоялось 22 заседания Совета Федерации. Рассмотрено более 690 законодательных актов. Основной вектор работы был направлен на решение задач по реализации послания президента Российской Федерации, достижение стратегических целей по развитию регионов, повышению уровня и качества жизни наших граждан. Одной из важнейших задач законодателей в прошлом году стала разработка и принятие дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Затем парламентарии приступили к рассмотрению вопросов. На повестку заседания президиума было внесено около 20 проектов законов и постановлений. Они касались бюджетной и социальной сфер, кадровых вопросов экологии, налогообложения и многие другие темы. Так, заместитель председателя Народного собрания Корчаева Черкесии Мусаик Деков представил доклад проекта закона о меценатской деятельности в нашей республике. Рассказал, в чем его польза, в частности, создание благоприятных условий для инвесторов, для того, чтобы они вкладывали еще больше инвестиций в социальные и культурные объекты, отметил Мусах Абалевич. Любой меценат, откровенно говоря, хочет видеть плоды своей деятельности максимально эффективно. И в этом смысле, когда есть очень хорошее качественное взаимодействие государства и бизнеса, тогда получается очень хороший эффект. Вот на своем примере я могу это подтвердить. Неизменным остается социальная направленность бюджета республики. Глава перед нами эти задачи ставит, что в первую очередь решать вопросы социального характера. Соответственно, мы и дополнительные доходы, и остатки прошлого года направили, как на контракты, которые были неоплачены в том году, плюс увеличиваем расходы на меры поддержки, связанные с детьми-участниками СВО. Направляются, они будут, летний отдых будет организован для детей, которые с подшеевной территории, также у нас они будут в республике, и мы их встречаем, будут проходить, как раз, летняя здоровительная кампания. Денежные средства будут направлены на завершение ремонта школ и медицинских учреждений. Также в ведомстве готовят проектную документацию для ремонта детского дома. Используемый набор мер позволит реализовать послание главы республики и поучаствовать в федеральных проектах для развития сети государственных учреждений, отметил Вадим Камышан. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе республику всколыхнуло резонансное убийство полицейских в Карачаевске. Вооруженные преступники открыли огонь по полицейской машине силовиков, в которой на тот момент было три человека. Двое сотрудников погибли, один тяжело ранен. На месте преступления на второй день побывала съемочная группа «Вести», эксклюзивные кадры и комментарии в материале Фатимы Дауровой. Сейчас мы находимся на том самом месте, где вчера вечером примерно в 23.40 неизвестные обстреляли наряд группы быстрого реагирования, который нес суточное дежурство. Свидетельства нападения очевидны. Это следы гари на воротах и стенах близлежащих гаражей, стекла разбитые и, к сожалению, пятна крови на земле. Следователи и полицейские на данный момент проводят ряд оперативных мероприятий по установлению и задержанию причастных к нападению лиц. Место происшествия совсем непримечательно. Район Нижнего рынка. Закоулок, ведущий к гаражам, в конце улицы Тупик. Именно здесь, по версии Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии, обычное патрулирование стражей порядка закончилось вооруженным нападением, смертью двух силовиков и кражей табельного оружия, а также боеприпасов к нему. Один из погибших, замкомандира мобильного взвода патрульно-постовой службы, лейтенант полиции Мурат Калаханов, почти 10 лет проработал в межмуниципальном отделе МВД России Карачаевский. За это время, по словам его коллег, он проявил себя квалифицированным инициативным сотрудником, который подходил к работе с высоким профессионализмом. Интересы службы ставил выше личных и его сослуживец, сержант полиции Роман Гущин, который тоже пал вчера от бандитской пули. Вчера при выполнении своего служебного долга мы потеряли наших товарищей, коллег, сотрудников МВД России Карачаевский, которые являлись жизнерадостными, верными своему долгу, отзывчивыми и добрыми сотрудниками, у которых остались семьи, дети. Весь отдел наш скорпит об этой утрате, и память о них навсегда останется в наших сердцах. Третий потерпевший, имя которого не разглашается в целях личной безопасности, был доставлен с многочисленными огнестрельными ранениями в Карачаевскую центральную районную больницу. Благодаря быстрой, точной и слаженной работе врачей, угрозы для его жизни были минимизированы, и на момент работы над сюжетом решался вопрос о его транспортировке в Черкесск, в республиканскую больницу. Пациент поступил ночью к нам в тяжелом состоянии, множественные огнестрельные ранения, коллектив сработал хорошо, сразу были предприняты необходимую меру, гемодинамически он стабилен. По договоренности с республиканской больницей, больного через час забирают на дальнейшее исследование и лечение. Он не в сознании? Нет, он в сознании, но немножко заторможен ввиду лекарственной терапии. В лекарственном сне пациент находится сейчас. Можно ли прогнозировать что-то в состоянии? Я думаю, прогноз будет благополучным. Для поиска и задержания вооруженных преступников в республике введен план «Сирена», что подразумевает собой меры, принимающиеся в чрезвычайных ситуациях, когда нужно быстро найти и обезвредить особо опасных преступников. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов выразил искренние слова соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД по Карачаево-Черкесии, а также пожелал скорейшего выздоровления раненному сотруднику. Глава региона подписал указ, согласно которому будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников отдела Министерства внутренних дел России Карачаевски в размере 1 миллиона рублей, а сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей. Глава выразил уверенность, что правоохранительные органы сработают оперативно и профессионально и сделают все возможное, чтобы преступники были найдены и понесли суровое наказание за совершенное преступление. Похороны полицейских состоялись в Карачаевском районе. Лейтенанта полиции Мурата Калаханова с подобающими почестями похоронили на кладбище родного аула Кумыш. У полицейского остались жена и маленькая дочь. Ему было 36 лет. С Романом Гущиным родные, близкие друзья и товарищи простились в поселке Орженикидзовский, где он родился и вырос. У него остались мать, отец и сестра. Роману было всего 26 лет. Проводить последний путь своих коллег пришли сотрудники аппарата МВД по Карачаево-Черкесии и территориальных органов МВД России на районном уровне. В честь полицейских погибших при исполнении служебных обязанностей трижды прогремел залп из боевого оружия. Эти сотрудники были одним из самых достойных в системе органов внутренних дел. Очень перспективные и они добросовестно занимались охраной правопорядка и обеспечением безопасности на обслуживаемом участке, отметил министр внутренних дел Владимир Нефедов. В рамках расследования уголовного дела о нападении на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии обнаружен автомобиль, объявленных в розыск лиц. На нем фигуранты скрывались с места происшествия. Следователями и криминалистами регионального управления Следственного комитета проведен осмотр машины и ее изъятие. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу продолжаются сборы и закрепления доказательственной базы. Напомню, следственными органами Карачаево-Черкесии разыскиваются подозреваемые в совершении нападения на сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, хищения табельного оружия и боеприпасов к нему, незаконного ношения и хранения оружия и боеприпасов. В настоящее время по уголовному делу установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений. Ими оказались Эльканов Руслан Расулович, Эльканов Ахмат Расулович, Джозаев Казбек Мусалимович, Семенов Руслан Александрович и Аверьянов Владимир Иванович. Данные лица покинули место происшествия и в настоящее время скрываются от органов предварительного следствия. Сотрудниками правоохранительных органов выполняются все необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения фигурантов, а также всех обстоятельств, совершенных ими преступлений. В связи с изложенным, Следственное управление Покорачаево-Черкесской Республики призывает граждан, кому что-либо известно о местонахождении указанных лиц, сообщить данную информацию по телефону 8 928 396 50 42 или 02, а также для операторов сотовой связи 102. К другим темам. Ментальные нарушения у детей явления часто. Это нарушение психологического или интеллектуального развития, которое ограничивает способность человека работать и даже обслуживать себя. Придумываются множество методик, призванных помочь людям с подобными проблемами. Фонд «Доброгорец» реализует проект, который поможет обучить навыкам самостоятельности детей с ментальными нарушениями. В первую группу войдут 20 детей в возрасте от 12 лет. С ними будут работать психологи и корректирующие педагоги. С ними встретилась Мадина Каракетова. Мадина, расскажите, пожалуйста, что это за проект? Вот вы заявляете, что целью его является обучение 20 детей с ментальными нарушениями. И выбираете возрастную категорию от 12 лет. Скажите, с чем это связано? Вот именно выбор именно этой возрастной категории. Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов на первом конкурсе 2024 года. Называется у нас этот проект «Мам, я сам» Центр обучения самостоятельных навыков для детей с ментальными нарушениями. Мы вот сейчас, официальное открытие у нас будет в мае. А почему именно такая возрастная категория, я думаю, лучше ответит психолог нашего проекта. Так как мы ставим перед собой такие достаточно сложные задачи, потому что дети будут учиться выполнять домашнюю работу, готовить, делать дома уборку, выносить мух, ходить в магазин. Поэтому, конечно, возраст должен быть от 12 и старше. Это самый такой благоприятный возраст, чему-то научить ребенка. То есть, если дети будут младше, задача им не по силам. Если ребенок уже старше, там намного, там за 20 уже, ну, обучать сложнее, чем старший возраст, тем сложнее какие-то навыки приобрести. Поэтому, ну, вот самый благоприятный возраст – это вот 12, 13, 14, 15 лет. Поэтому вот именно возраст обусловлен этим. А этот центр, он уже функционирует? Вы работаете? Пока нет. Центр у нас официально откроется в мае месяце. Сейчас у нас идет как раз информационная заявочная программа. В наших социальных сетях мы везде разместили информацию об этом, ссылку на анкету для родителей. У нас был подготовительный этап. Команда проекта поехала в Краснодар, где есть не центр аналогичный, это больше квартиры. Набрались опыта, прошли обучение у специалистов, которые уже занимаются этим. Мы подготовили помещение, чтобы оно было полностью оборудовано под квартиру, под те условия, которые в принципе для детей привычны и комфортны. И на данный момент у нас такое, можно сказать, техническое открытие. Мы сами все пробуем, смотрим, как все функционирует, работает. А в мае уже, когда мы официально откроемся, мы обязательно вас пригласим в гости и все покажем и расскажем. Расскажите, пожалуйста, о направлениях деятельности вашего центра. Я подготовилась к этому вопросу. Смотрите, на каждого ребенка у нас будет вот такая вот папочка. И здесь, как мы говорили, самостоятельно бытовые навыки. Я не знаю, видно в кадре или нет. То есть это то, что в принципе имеют все дети и взрослые. Но так как у этих детей есть нарушения ментальные, неврологический статус, то им нужно более особое внимание уделить. И вот каждый ребенок у нас будет проходить. То есть сейчас он это будет делать. Но когда мы это все обучим, в конце вот здесь будут все эти квадратики. И тут у нас подробно все расписано. Как гладить, как стирать. То есть все карточки подобраны специально. Лейла выбирала с педагогом. Где-то мы были, вот то, что команда проекта ездила на практику, чем-то они поделились. Что-то мы самостоятельно подобрали. То есть вот такое вот у нас есть наглядное пособие для каждого ребенка, где он может наглядно видеть. Если честно, в процессе работы настолько заинтересовались, что сами себе тоже многие захотели, участники нашей команды, о том, что это реально интересно и полезно и для нормотипичных детей в том числе. Это называется визуальное расписание. Так ребенок понимает, какие задания ему нужно сегодня выполнить, сколько этих заданий будет у него в день, когда это закончится, когда его отпустят уже. И здесь вот четкий алгоритм действия. Что ему нужно взять, например, чтобы погладить, чтобы приготовить. И вот алгоритм, то есть сначала нужно раскрыть доску, потом включить утек. Это очень поможет для детей, которые, допустим, не речевые, то есть невербальные дети. У них опора именно на визуал. То есть так нам будет легче объяснить, что конкретно мы хотим от ребенка. И поможет быстрее сформировать нужный навык. Например, ребенок собирается приготовить салат. Ему нужно взять определенный набор предметов и продуктов. Вот он взял, он видит, что нужно взять огурец, взял, карточку снимает, помидор. И так он точно будет знать, что он ничего не забыл, все приготовил. Дальше у него есть полная инструкция того, как приготовить. То есть сначала я режу помидор, если он в задаче справился, убрал, приступает дальше. И, собственно, до конечной цели своей. Очень важно для нас, чтобы каждый ребенок четко усвоил весь алгоритм действий от начала и до конца. Тогда мы точно будем знать, что дома ребенок сможет приготовить сам себе салат. Каждый ребенок получит такой альбом в подарок домой, потому что для нас очень важно, чтобы дома навык закреплялся. Если мы научили ребенка застилать постель самостоятельно, а дома это продолжает делать за него мама, то, естественно, все наши усилия обнуляются. Поэтому каждая мама получит такой альбом, для того, чтобы понимать, как именно научить, закрепить, вернее, полученный в ходе, ну, у нас навык. Занятий, да. Лейла, вы как раз заговорили о родителях, о помощи родителям. Вот у меня вот вопрос следующий именно с родителями и связан. Вы какую-то помощь будете оказывать методическую или консультационную родителям детей с ментальными нарушениями? Обязательно. Конечно, вообще для того, чтобы решиться дать ребенку вот такую самостоятельность, даже вот приготовить салат, ему нужно доверить нож, да, взять в руку ребенку с ментальными нарушениями. Но, как правило, это дома не разрешается, да, от него все, прячут все острые предметы, не разрешают там включать печку, не дают возможность выходить одному на улицу, потому что это небезопасно кажется родителям. И тут очень такая психологически мы должны подготовить родителей, чтобы они доверились нам, и что действительно мы научим ребенка самостоятельности, да, и им самим будет немножко легче в быту жить. Наверное, хотелось бы немного дополнить Лейлу. Во всех наших проектах, которые реализует фонд Доброгорит, мы всегда уделяем внимание родителям. То есть всегда у нас психолог отдельно работает с родителями, и, в принципе, на постоянной основе мы также оказываем консультативную помощь. В своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что у родителей есть такая небольшая гиперопека детей. Иногда очень большая даже. Ну да, по-разному. И поэтому, ну, к сожалению, они же не могут быть постоянно со своими детьми. И вот какие-то вот такие вот бытовые навыки, они обязательно должны быть у детей, чтобы он был не полностью зависим от своего родителя. И на самом деле это важно, и мы рады, что фонд президентских грантов тоже нас поддержал, понял важность данного проекта, и у нас теперь есть возможность его реализовать. Вообще глобальная цель – это научить человека жить самостоятельно, одному. Да, но так как мы работаем с детьми, вот начинаем мы с того, что они вот какую-то сферу делегируют детям, да, вот самому приготовить, самому себе постирать, самому погладить, одеться, выйти куда-то самому, вынести мусор, сходить в магазин. То есть это очень важные и простые, казалось бы, вещи для нас всех, но они очень остро стоят вот в семьях, где растет ребенок с ментальными нарушениями. Каким должен быть итог, что получат, какие навыки приобретут дети с ментальными нарушениями после прохождения вот этого курса, который вы им предлагаете? Ну, как я уже сказала, да, глобальная цель – это развитие ребенка самостоятельность, да. То есть, ну, такая минимальная цель – это облегчить ребенка и родителям совместное проживание, да, что чем меньше будет зависеть ребенок от взрослых, тем комфортнее будет его жизнь. Если мама не привязывает, если мама знает, что она может выйти спокойно на 2 часа, на 3 часа, на целый день, что ее ребенок не останется голодный, что он сможет там справиться с какой-то задачей, ну, там, элементарно, там, не знаю, погреть себе еду, приготовить себе что-то, погладить, постирать, выйти. Классно же, когда ребенок сходил в магазин, купил то, что ты попросила у него. Не то, что он захотел, схватил и съел, не дойдя до кассы, а именно ориентируясь на список продуктов, которые ему дали. Скажите, а есть ли уже какие-то поможительные примеры этой работы, результаты, на которые можно уже ориентироваться? Можно я расскажу? Вот мы ездили на стажировку в Краснодар, и там реализован проект «Открытая среда», да, они называются? Да, да, да. Уже люди постарше, конечно, там, от 20-ти плюс, и там идея такая, что они учат их самостоятельно проживать в квартире, то есть справляться с бытовыми проблемами. Ну, у нас нет такой цели, чтобы, вот, там, объяснить ребенку, что ты будешь теперь жить сам, но у нас есть цель, вот, сказать, что ты можешь быть помощником своим родителям, ты можешь самостоятельно что-то делать, да. Поэтому, ну, для детей это очень важно, то есть мы видели молодых людей, мы видели молодую девушку Лизу, которая вот сама приезжает, то есть Краснодар – это большой, достаточно город, она сама, пользуясь транспортом, приезжает, делает там необходимые дела на сегодня, уезжает, идет там на другие мастер-классы, то есть у нее есть такая вот модель жизни обычного человека. И совсем другое дело, когда человек с ментальными нарушениями, ну, как, к сожалению, как это чаще всего бывает, закончив школу, там, коррекционную, он остается просто в четырех стенах, то есть у него нет никаких занятий, некуда ему выходить, нечего ему делать, дома опекают, все за него делают. И, конечно, ну, такую жизнь нельзя назвать полноценной, да. Ну, и по поводу, говоря по итогам, сейчас у нас данный центр, то есть у нас этапы будут для 20 детей, да, но в дальнейшем, конечно же, мы хотим гораздо большее количество охватить, чтобы центр функционировал уже, может, самостоятельно. И тот опыт, который мы приобретем, как правило, мы всегда делимся с нашими коллегами, партнерами нашими. У нас в республике есть и другие центры, которые тоже работают с такими детками, то есть вот такими альбомами, теми навыками, которые мы приобрели, потому что мы же не можем все предугадать. Как правило, в ходе реализации всегда появляются какие-то новые аспекты, с которыми мы, ну, вот в процессе учимся, так сказать. И это очень такой важный, ценный опыт, с которым мы, естественно, с удовольствием всегда поделимся со всеми нашими партнерами и коллегами, как в республике, так и за ее пределами. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. И будем надеяться, что ваш курс действительно окажется полезным для детишек с ментальными нарушениями, ну и, конечно же, для их родителей. И, во многом, облегчит жизнь и быт детей с ментальными нарушениями. Спасибо еще раз. Необычное бракосочетание состоялось на этой неделе в Архызе. Провели торжество на самой высокой точке Северного склона в рамках специального социального проекта «Свадьба на высоте». Теперь церемонии бракосочетания будут проходить в течение всего года на живописных панорамных площадках Архыза. О том, как прошло открытие свадебного сезона в горах, расскажет Альбина Лам. 24 апреля 2024 года мы собрались здесь на сволшебное, наполненное сказочной красотой события – свадьбу. Церемония бракосочетания прошла с соблюдением всех формальностей, включая роспись, обмен кольцами и получение свидетельства о заключении брака. Торжество состоялось на панорамной площадке канатной дороги «Аполлон» – одной из самых высоких точек северного склона курорта. Молодожены Ислама Елизавета Бюковы встречаются чуть больше полугода. Этого времени хватило, чтобы связать свою жизнь с друг с другом. Я сказал, что все, уже пора. Надо узаконить, скажем так, полностью наши отношения, все и светлое будущее, как говорится. По-вашему, счастливый брак какой должен быть? Счастливый брак – это взаимопонимание между супругами, здоровье, счастливые дети, правильное их воспитание. Возможность необычного бракосочетания в горах в день красивой зеркальной дати 24.04.2024 обрадовала и молодую пару Игоря и Викторию Долговых. Будет, что вспомнить, отмечают они. Прям подбирали эту дату. Хотели именно сегодня. Зеркально, очень красиво. Хотелось запечатлеть этот момент. Масштабная высота с масштабным событием. Буря эмоций прям, дух захватывает. От атмосферы горной. Действительно, свадьба на высоте – это прекрасная возможность сделать праздник создания новой семьи по-настоящему незабываемым. Его провели в рамках поддержки Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Гости курорта, жители республики могут пользоваться этой услугой все лето. Для этого просто нужно подать заявку в ЗАГС города Черкеска. В этой услуге много бесплатных опций. Участниками необычного бракосочетания стали молодожены из Ставропольского края Олеся и Сергей Данилюк. У них двойной праздник. Зарегистрировали брак в день рождения супруга. Он, кстати, родом из нашей республики. Начальник управления ЗАГС Карачаева-Черкесии Елизавета Семенова, поздравив всех с праздником, рассказала, что в год семьи планируется много интересных мероприятий. А выездную церемонию бракосочетания на Архызе теперь будут проводить 24 числа каждого месяца. На уровне 2500 метров особая атмосфера торжества. Чистый воздух и фантастическая природа пропитана счастьем и радостью. Церемония бракосочетания среди такой красоты – это уникальный опыт. Непременно запомнится на всю жизнь, как виновникам торжества, так и всем гостям. И такая семья будет обязательно крепкая и сильная, как горы Кавказа. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи.